Субтитры создавал DimaTorzok 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 И во-вторых, в нем нет никакого зла. Если он что-то делает, это только для нашего блага. Хотя иногда очень сложно в это поверить, но это факт. Это основа всего. И если мы стоим на этой основе, тогда мы поймем многие вещи, и мы продвинемся в нашей жизни. Помните ли, что этот рассказ был не первый случай? Это был уже второй случай, когда израильтяне начали жаловаться Богу, нам не хватает мяса и чеснока. Когда был первый случай? Первый, у меня вопрос, кто-то помнит? Когда вышли из Египта. В самые первые дни после того, как они вышли из Египта, в тот самый момент была такая ситуация. Люди жаловались, нам не хватает мяса. Нечего есть. Мы умрем. Мы думали, что Моше, почему вы решили нас из Египта? Для того, чтобы все умерли в пустыне? Господь хочет видеть нас таким образом. Такие разговоры проходили там. Если вы не верите мне, то читайте книги «Исход» в 16 главе. Господь послал птиц. И также послал хлеб с небес Ману. Почему? Почему? Почему в первом случае, когда лежал Ауэрис, он послал Игуту Ставил? И в первом случае, что он не верит? В первом случае, когда вы не верите, что вы не верите? Что это? Какая разница? Рецидив, пожалуйста. Рецидив? Какая разница? Рецидив? Какая разница? Есть в это что-то? Рецидив может быть. Есть какие-то идеи? Какая разница была совершенно другой. Здесь Господь благословляет, а там наказывает смертью. Господь изменился, что ли? Надоел ли Ему израицане? Нет. Господь всегда один и тот же. Тогда в чем причина? Есть несколько причин. Есть несколько причин. Добавр אחד. Во-первых. Он говорит, что я раб Тали. Он говорит, что они уничтожили. Они уничтожили. Они уничтожили. Они уничтожили. И первый раз, и второй раз. Но смысл был совершенно другой. Во-первых. Во-первых. Впервые раз. Они только вышли из Египта. Это было ожидаемо. Весь их жизненный, привычный образ жизни изменился. И вся еда, которую они вынесли из Египта, практически закончилась. И было им действительно очень сложно. И начали разговаривать и жаловаться. И Господь понял это. Он понял, что они просто люди. И им сложно. Послал им мясо. Послал им перекилок. И они настолько наелись и термляться, что им уже оно надоело. И все было в порядке. И все было в порядке. И в дополнение, как ему Господь послал им мясо. И очень важно понять, что это. Манн в море, это как Гарин Кузбара. Гарин Кузбара. Да. Гарин Кузбара. Люди собирали эту манну, эти зерны перемалывали ее, из нее делали муку. Это что он говорит мухитта. Она погадила на муку, на морзику. Гарин Кузбара. И потом из этой муки делали различные вещи. Питы, лепёшки, и какой был вкус этих лепёшек? Есть один вид пищи, который человек не надоедает никогда есть. Есть несколько видов еды, которые человек может есть в течение нескольких лет, и ему никогда не надоест. И это связано с нашим организмом. Например, никогда человеку в жизни не надоест пить воду. Никогда ему не надоест есть хлеб. Я говорю про физическую реакцию. Есть много видов еды, которые ты есть, есть, но потом тебе уже она не лезет. Если мы детей маленьких коми в каши, потом они подрастают и начинают им ненавидеть. Еще несколько вещей. Я сейчас хочу дать вам намек. Шемель зая. Оливковое масло. Это масло, которому тело не может привыкнуть, оно не надоедает. Можно сказать, что оливковое масло это самое здоровое масло для тела человеческого. Дваш. Мед. Гам. Никогда не надоедает. Если человеку не хочет сладкого, то мед никогда не надоест, только если исключением играется в случае аллергии на мед. И еще есть несколько видов еды, которые человек может есть годами, ему не надоедает. Естественно, нам хочется разнообразия. Нам хочется иногда мяса, иногда рыбы, иногда приправить их петрушкой, с чесноком. И также нам иногда хочется просто фруктов поесть, это нормальное желание. Но если мы говорили только про эти продукты питания, о которых мы говорили, то ты будешь здоров и живой здоров. Если ты, естественно, у тебя есть нормальное здоровье, то ты будешь здоров и так далее. Почему я говорил про это? Потому что те лепешки, которые они готовили, сменны, у этих лепешек был вкус, хлеба, который помазан, оливковым маслом, и с вкусом йода. Теперь я должен сказать, что я гурман. Я хочу сказать, что я гурман. Если ничего не надоедомо, что я люблю есть, то я буду есть сфер. Но мне нравится вкусно и здоровье еда. Я не могу сказать, что я получаю это. И я пытаюсь научить свою семью также привить им хороший вкус, и научить их процессов приготовления хорошей еды. Теперь вы, кстати, при том, что вы едите питу, для того чтобы понять, возьмите хороший вкус на питу, немного обогните ее в оливковое масло, и на нее положите немножко овёд, и поешьте. Попробуйте сделать это дом. Это очень интересный опыт. Какой вкус у вас останется во рту? Очень странный. С одной стороны, вкус питы с оливковым маслом, с другой стороны, пита с медом, и это очень интересный, но есть в это многое мусорное, что есть с уникой. Вкусы... Не сочетаются друг с другом, но там все равно получается вкус совершенный, дополненный. И можно таким образом питьаться много времени. Потому что оно обеспечивает твою тело всем, чем оно нуждается. Поэтому в первом случае у израиля не было этой еды. А во втором случае уже была. Было достаточно. Они не были худющими. У них было достаточно еды. И не только ман у них была. Потому что с ними так же они не искали слова виле. И еще несколько вещей, про которые я не хочу говорить. А я не знал, что это называется в Игоре. Как вы начали на Игоре? factor. Форма, много. Давайте достаточно. Теперь нужно взять это, и это поменьше, и это прям вот так! Это можно сделать. Можно сделать это еще разочек. И вместо чипсов. И вот так. Но люди не жалились. Но люди не жилились. Очень сильно жилились. Что второе? Еда была, и она была на протяжении большого качества времени. И очень много времени прошло с того момента, как они вышли из Египта. Время, люди не жаловались на еду, не таким образом. И почему вдруг? Я хочу спросить каждому кого есть дети. Особенно дети в возрасте 10-11 лет. Есть ли такой ангел, который не погнал языка от эстерики? Бывает. Дома. Один, хотя бы одного ребенка, назовите мне. Скажите, мой ребенок никогда не заказывал эстерики? Ефрайм. Я не закатывал. Боится молодец, тебе еще оба шерха. Зелой тут. Баба меня научил, что она дарвет мне руки и ноги из клички вставить. Ты спереди? Мотаю вам это? Ефрайм. Очень ранен год. То вы правил эстерик не рассказывали? Я закатывала, ему физическая расправа и угрожали. Амали, саверли они, что это такая эстерика решила, но это хорошо. Я думаю, что это была партненная реакция на первую последнюю эстерику. Это действительно хорошо. Почему это? Почему это? Все дети когда-то хотят испытать реакция. Какие дети дети хотят испытать реакция? Насколько они родители нервной системы? И это нормально. И это нормально. Девушки действительно делают это? Для детей, для детей способен это делать. Есть различные болезни. Для детей есть различные лекарства. Одно лекарство помогает лучше, другую хуже. Есть несколько лекарств. Но для эстерики есть только одно лекарство. Одно лекарство с двумя условиями. Если мама или папа во время эстерики своего ребенка. Недбер с ним как хохмо, тирога, все будет хорошо, все нормально. И как каждый раз, он будет страдать на протяжении всей своей жизни. Я говорю не только про родителей, но и про ребенка по самому. Для эстерики есть только одна лекарство. Он же хозак, сильное наказание и немедленное. Хозак, сильное и немедленное. И тогда эстерика прекращается с концом. Как с эфраем? Как с эфраем? Я могу просить то же самое сказать. Я был маленьким ребенком, но я это помню. Я не могу рассказать какие способы наказания и так далее. И в каждом мишпахе есть онлышь, и не. Потому что каждая семья сама для себя решает, как наказывать детей. В зависимости от мишпаха, но онлышь должен быть хозак. Согласно культуре и традициям этой семьи, хозак должно быть сильным. А онлышь должен быть сильным. И родители должны решить. Штами въехать. Вместе, вдвоем. Нет такого, что папа не доказал, папа говорит, ты мой хороший, так нельзя жалко. Или наоборот. Хозак и миягин. Сильно и немедленное наказание. Сегодня вас посудят за это. Сегодня вас посудят за это. Я не сказал... Что мне нужно, что нужно его ребенка ремнем набить. А он придумает наказание, которое для него будет сильно и чувствительным? Помнишь, я кормлю кормленным? Дальше, наверное. А ты руками милин находишься? Разные наказания, словесные наказания. Как я сказал, как принято в вашей семье? Но очень важно. Хозак и миягин. Сильное и немедленное наказание. Не напоминает ли это то, что произошло с народом Израиля? Хозак. Сильно. И немедленное. И с этого места, до конца Танаха, до конца Танаха, мы уже не читаем те места, когда израильский народ жаловался на то, что у них не хватает еды, поэтому он хочет вернуться в Египет. Уже не случилось такого. Истерика закончилась. И таким образом это работает. Это действительно работает. Это действительно работает. Когда мы здесь читаем про смерти такого большого количества людей, кажется это через чудо. Но в одиннадцатой главе, с самого начала мы читали, Господь терпел какое-то время. И даже кто-то терпел. И предупреждал народ израильский, чтобы они прекратили и осторожно сеяли. Каким образом он их предупреждал? Было пожар в лагере. Я прочитаю еще раз. Одиннадцатый стих с первого стиха. Народ роптал и жаловался, и Господь его слышал. А когда услышал, то разгорелся его гнев, и запылал огонь Господень. Так что дальняя отчаянность стала загорелась. Народ воззвал к Моисею, и тот помолился Господу, и огонь утили. Место это назвали Тавера, ибо там среди них запылал огонь Господень. Что случилось? Эш. Энשים пускают к Иллюзим, к Моисею, и попросим, славь к нам, что Иллюзим только прекратить этот эш. Для них жаловались Господь разгорелся, послал огонь. Люди обратились к Моисею, он помолился, и огонь утих. Все прекратилось. И я опять начинаю жаловаться. Для жаловаться и плакать. Какому нужно быть идиотным и делать это? Насколько нужно быть идиотом, чтобы продолжать это делать? Но так оно произошло. Почему? Подумайте, почему? Народ израильский никогда не был идиотами. Почему? Это было в глазах, вот произошло, это огонь произошло буквально несколько часов назад. Они пожаловались Господь, помолились, попросили прощения и опять сижаловаться. Иногда наше сердце наполняется чем-то. И нужна последняя капля для того, чтобы все излилось наружу. Это была последняя капля. Это была последняя капля. Какая капля? Что повлияло нам народ израильский, чтобы они опять начали жаловаться? 11 глава 4 стих. У разноплененных людей, припущих к сынам Израиля, были всевозможные прихоти. Вслед за ними снова принялись плакать сыны Израилы. Мясо бы нам сейчас поесть и прочее. Иноплеменные люди начали жаловаться. Я не думаю, что они начали, они все время там жаловались. Проблема израильцам в том, что они начали слушать их, пихать и жаловаться. Для того, чтобы понять это положение, нужно знать несколько вещей. Израильский стань, 12 колен, идут таким образом в пустыни, но они не были одни. Мы сюда, ток. Было все устроено. Прозва, шофар. Они идули в шофар. Несим, эш, анан. Они видели перед собой чудеса, столб облачный, огины. Эк замена войнаем, шеда, кормленные анашим, шедерами Савит. И как это выглядело в глазах всех людей, которые жили вокруг? Вау! Машу хрэ. Что-то происходит. Какие-то люди, у них есть армия и силы. У них есть странный бог, но он сильный. Давайте мы лучше не присоединимся. Если мы будем близко к ним, никто к нам не сможет прикоснуться. Они смогут нас защитить. И у нас будет хорошая жизнь. Я не думаю, что каким-то образом их интересовал Бог Израиль. В любом случае, большинством точно меня интересовал. У них были свои собственные дела и причины. Зарабатывать на жизнь. Вместе с израильтями можно сделать хорошие сделки. У них есть защитие хорошие. Потому что они там собираются, что они не будут работать. Вместе с другими, они хотят быть хорошими эмигрантами. Вместе с другими, они хотят быть хорошими эмигрантами. Они приписывали химии, что они более хорошими. И они были более хорошими. И они своими убеждениями влияли на израильцы. Вместе с другими, это очень важная вещь. Я хочу, чтобы вы запомнили одно выражение. Не важно, если мы хотим этого или нет. Мы влияем на всех людей, которые вокруг нас. Делаем для этого что-то и делаем мы влияем. Всегда. Не важно, если мы говорим или нет, мы всегда влияем. Мы всегда влияем. И на самых близких мы влияем больше. Каким образом это происходит? Я дам вам несколько примеров. Жена и муж. Есть очень много выражений интересных по поводу жены и мужа. Что... Что... Два собака пара, это когда говорят про мужа и жену, которая достойна друг друга. А им сомты в лев, что вот так... Энשים митхатними. Когда им не вступает брак. Через какой-то период времени. Они начинают быть похожими физически. Кто на это обращал внимание? Часто это происходит. Не только даже в своем поведении в разговоре, а физически они становятся похожими друг с другом. Потому что они очень много времени работают друг с другом. И у них есть интимная связь. И все оно смешается. Питом, бааль может иметь какой-то эргель, который не был, но есть в его жене. И наоборот. И наоборот. Женщина начинает говорить выражениями своего мужа. Я помню, когда вы поженились. Я люблю островую еду. А моя жена вообще не любит. А теперь, когда мы уже прожили много лет, она сейчас тоже скуп мне сама сама на хлеб. Они говорили, почему ты это ешь? Я ей говорю, Тома, почему ты это ешь? Я никогда не пробовал, не давал ей попробовать острое. Ни словами, ни силой. И вдруг она говорит, да, я хочу, не вкусно. Мне вкусно. Когда мы поженились, я не ел курицу. Ненавидел курицу. А сейчас мне нравится. Так, как моей жене нравится. Это маленький пример. Не только в этом. Мы можем рассматривать, каким ты собираешь торток в баре и шах. А если уйдем домой, один из другого. Если вы посмотрите на жену и мужа, у них даже походка одинаковая. И выражения, эмоции, мы влияем на друга. И не только мы с женой по-другому. Мы также влияем на наши лица. Каким образом? Когда дети растут, мы плачем. Мы плачем, когда дети будут делать все по-другому, что мы говорим. Мы просто ждем с терпением того времени, когда дети будут делать все по-другому, что мы говорим. И когда мы смотрим, мы думаем, что это никогда не произойдет. Но потом, когда дети растут. Вы можете обратить внимание, что они начинают себя вести так же раковые. И вдруг вы говорите, а где это было все эти десять лет? Почему только сейчас используешь те инструменты, которыми я научил много лет назад? Это процесс. Есть процесс. Для каждого, у кого есть маленькие дети, я хочу вас воодушевить. Все, что вы учите ваших детей, оно не проходит просто так. Оно ходит внутренне. И остается так. В течение жизни дети проверяют это. Потому что сейчас родители учат те вещи, которые они сами не делают. И поэтому ничего не получится. Наши дети учатся от нас. Не от того, что мы говорим, а от того, что мы делаем. Если есть какие-то принципы, по которым мы живем, которые важны нам, в конце концов, они будут важны нашим детям. Но если вы любите сплетничать и плохо говорить про других людей, не ожидайте, что ваши дети это будут делать. Они будут делать то же самое, что делаете вы. Если вы будете курить и своему ребенку говорить, это очень плохо, что я курю, я такой весь больной из-за того, что я курю. Ты так не делай, пожалуйста. Курю он так или как. Но каждый день вы можете говорить, что так и делать. 95% после чего он вырастет, он будет курить. Эшпоа, мы можем помешать. Можем помешать. Можем помешать. Не только на родители, родители, родители. Мы можем помешать на наши друзья. Не только на муж, жену и детей. Он также на наши друзья. Что такое друзья? Это люди, которые мы хотим проводить время вместе. Поэтому хотим или не хотим специально, или нет. Мы научимся друг друга. Мы влияем друг друга. Мы влияем на разговоры, на темы разговоров. Мы влияем на наши взгляды. Таким образом мы выбираем друзей. И если мы влияем друг друга. Очень важно это помешать. Мы всегда не оказываем влияние. Не только тогда, когда мы хотим оказать влияние. Даже когда мы не хотим оказать влияние, мы все равно влияем. У кого есть дома животные? Теперь вопрос. Если вы видели, что они похожи, что они похожи, вы видели, как на улицах мужчины или женщины со своими собаками гуляют? Обращайте внимание, что они похожи. Как? Как? Как это происходит? Как это происходит? Что собака становится похожа на хозяин. И поведение он даже может. Как? Как? Мы люди, мы не живем. Мы влияем вероятным образом. Я родился в такой храм, субтраком, 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 субтраком. Я родилась потерянная. Это все очень похожи на хозяина. Это действительно. Я не понимаю, что яico. Я не знаю, что это происходит. И как это сделать? Чтобы это было так, что иногда ребенок работает, и он работает как-то. И грандак, хозяин стоит, а где он просмотрит? Их? Как? Это приятно. Есть что-то в нас, как церем, о нем, что мы можем понять? У нас есть какой-то образ в Бога, когда мы можем влиять. Моя жена смеется, она думает, что я похожа на своего кота, а потом меня. Когда для меня это хорошо, иногда плохо. Но это факт. Посмотрите, обращаем ли мы внимание? Все животные дома, которые мы любим и проводим много времени, начинают быть похожи на нас. Мы влияем на них. Все это, не все. Мы также влияем на людей, которые вокруг нас. и вокруг всех нас. Каким образом? Каким образом мы реагируем на разговоры других людей? Как они ходят, как они выглядят? Например, женщины. Обращаем ли мы внимание? Если две женщины идут навстречу друг к другу, женщины всегда смотрят прежде всего на одежду. Обувь. Обувь. Сеаль. Причёска. Вера. Квасов-квасов. Улайм. А лапорцов. Это я не знаю. И если им нравится, как женщина другая выглядит, они смотрят так. А женщина, которая видит, что она другой женщине не нравится, чувствует этот взгляд и ещё с более поднятой головой идёт. Второй пример. Если вам нравится, как женщины не говорили, что они не могут делать. Обращаем внимание, как более пожилые люди смотрят на молодых. Если, допустим, в автобусе заходит девушка молодая от короткой юбки, все бабушки смотрят на неё из-под логи. Что она начинает делать? Отпускать юбки. Это не может. Но она пытается делать это. Она, это конечно, не помогает ей. Она попытки всё-таки делает. 9-20 сантимов, не может ли увидеть это. Почему она делает это? Если кто-то спросит на людьми фермеры, что прогнется. Может быть и так. Но есть влияние. Мы влияем на других людей. Еще один пример. Вы в автобусе. Вы понимаете, какой-то человек, который никогда в жизни не слышал про то, что существует из-за-дрант. Вы думаете, зачем у меня чувство воняния есть? Ты этого человека не знаешь. Возможно, он приходит с работы или еще откуда-то. Даже если ты стоишь с спиной, ты чувствуешь этот запах. Вы не можете брать это. Это не много негативных людей. У каждого из нас есть в социальной запах. Это не физический запах. Это запах душа. Это не физический запах. Если кто-то грубо послушил, и ты посмирился, и для своего друга вообще не смешно, ты на него повлиял. Человек, который так сказал, он подумал, что это хорошо, что он рассказал эту шутку. Ты не хотел его поддержать, но ты его поддержал. Все, что мы делаем влияет на других людей. Не только на людей, но также на наше окружение. Как мы влияем на наше окружение? Мне уже надоело слышать в новостях выражение качества окружающей среды. Потому что качество падает. И жалко, что оно такое. Почему оно падает? Из-за нас. Ты идешь по улице? Думаешь о чем-то о своем? Я взял конфетку, съел ее. И остался в фантехе. Что с ним делать? Ты смотришь, что нет мусорки, и нужно ее подложить в карман, фантех этот. Он там от конфеты осталось. Он мне штаны испортит. Так что я делаю? Мы делаем такой маленький, его свертываем в маленький кружочек, и выкидываем, чтобы как будто никто не увидел. Мы говорим о маске. То же самое с жвачкой. Жвачка это хорошее место. Иногда есть неприятный запах изо рта. Особенно если накануне чеснок появится. Вот это число, которое израильца они хотели. Но потом как-то мы сняли, мы ее подложим на улицу. И все, что мы подложим, называется мусор. И если мы хотим находиться в этом мусоре, то вы можете продолжать так делать. Если человек перед тобой выкинул жвачку, и ты думаешь, что все нормально, ты можешь так делать. Это нормально, без жвачки. что это не нормально выкинул, так жвачку. Пам я стыкал, как китая, что от родителей, улетает в реку. Я не смотрела, как школьный класс идет по улице. Елена решена, что охрана, что я не знаю, что это было, что это было, что это было, по-моему, мороженое. Первая девочка что-то поела, что это было, по-моему, мороженое. Она держала, у нее повязанная была рука от этого мороженого, но она эту оперку держала в руке. И спросила учителя, когда будет мусорка? Я спросила учителя, когда будет мусорка? Я хочу любить. Я обратила внимание, что дети из того же класса все точно так же поступали, потому что мы влияют друг на друга. Мы учимся друг на друга и мы влияем друг на друга. Не только на людей, но также и на окружении мы влияем. Что мы делаем и как мы это делаем? Это одна сторона медали. В каждом медали есть и другая сторона. И для этого очень важно сделать правильный выбор. Выбирать каждую вещь. Для этого Господь дал нам выбор, свободу выбора. Где жить, как жить и что делать? Потому что это то, что мы выбираем. И в конце концов, мы выбираем, что вы делаете жевачка или куда вы делаете. Мы выбираем с кем говорить, о чем говорить и как говорить. И мы выбираем в себе своих друзей. Чтобы мы выбираем, что мы выбираем. И поэтому мы выбираем всегда насыщение. Как мы выбираем наши друзей, những друзей выбираем. Я забираю что я выбираем маленьких мальчиков. Он был другом. И мы друг друга. И друг друга был ни одного бандита. Но я собираюautres и не много денег. Но я goodbye к нам. Мама, он мой друг, потому что я хочу на него оказать хорошее влияние. Какой я умный, Николай. И через некоторое время я просила внимание, что он больше на меня влияет, чем я на него. И я начну делать такие вещи, которые я себе представлю, что я могу делать. Почему? Потому что это оказывается влияние. Мы влияем друг друга. Я не думаю, что израильцы забыли тот пожар, который случился недавно. Но эти инопременные люди, которые с ними все время были, они все время жаловались. И они начали слышать их. И начали делать то же самое, что они жаловаться. Все плохо. Первое, что я говорю новым репатриантам здесь, в этой стране. Во-первых, выучите язык. Второе. Выберите себе правильными друзей. Не тех друзей, которые близко к вам. Не тех друзей, с которыми вы учитесь в Илбан. Нет друзей в Фейсбуке или еще где-то. Выберите друзей, которые вы можете за честь, которых вы уважаете. Если вы чувствуете, что это достойный человек, так изберите его своим другом. И вы вместе будете расти. И не упадете. Я все время говорю новым патриантов, не разговаривайте с людьми, которые все время жалуются. Я знаю лично нескольких людей, у которых квартира или даже большой дом, несколько машин. Отличная работа. И первое, когда я спрашиваю, привет, как дела? Говорят, твоя жизнь мне просто ужас. Эх! Как? Потому что человек приходит все время жаловаться. Это как болезнь. Не только мы влияют, но и влияют на нас. Выберите, с кем вы разговариваете. Сейчас я не говорю про друзей, просто про разные разговоры. Один раз я думал, что я сомался в автобусе. Я поехала в автобусе. С моей работы до хайфа где-то 40 минут ехать надо. И передо мной сидели две девушки. Женщины, 40-45 лет. С первой минуты. С первой минуты. С первой минуты. До последней минуты. Эм 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 эдабрим. Они говорили. Оль футца. Проблем. Шеха дканта в аканьон. Которая одна купила в аканьоне. Их не штуайли. Все нормально. Чили. Арбайм дакот. Оль футца. Две недели. Целая минута. Про блузку. А они кварит хальцикам. Я уже сударики начали. В эм 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 эдабрим ультодабар. Эм 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 э Мы говорим о том, что нам важно. Если вы говорите на различные темы с разными людьми, вы знаете, что важно для этого человека через некоторое время будет важно и вам. Потому что есть влияние. Даже если вы никогда не думали про, например, лекарство, которое нужно брать, чтобы быть за дорогами, есть люди, которым это важно. Начните с ними разговаривать. Через несколько месяцев вы обнаружили, что взяли в шкафу разные добавки, которые вы купили в такой машине, потому что тот, с кем вы общаетесь, ему это важно. И вы потратили ваши деньги и ваши деньги на ерунду. Выбирайте с кем и о чем вы говорите. И убегайте от глупых разговоров. Если вы слышите грубую шутку или грубую речь, не нужно поддерживать этого человека. Наоборот, отойдите от него. Что вы мускид настало. И не улыбайтесь, как будто вам неудобно сказать. И не улыбайтесь, как будто вам неудобно сказать. Манжда рассказала мне небольшой рассказ. Она, примерно на работу, в то же время ездила в автобусе на работу и в субботу. И дети ехали в школу. И было несколько мальчиков, где-то 15-16 лет, они говорили на русском. И они были с кремом, но и патриантов, поэтому говорили практически много на русском. И, к сожалению, как это происходит обычно, одно слово литературное, а другой нет. И весь автобус пытался не слушать и отдалиться. Но он не реагировал. Никто. И этот мальчик каждый день рассказывал, и его истории были все более грубыми каждый день. Моя жена сказала, что в один день у меня закончилось терпение. Я подошла к нему. Сказала, слушай, тебе не стыдно? И с ним поговорила несколько минут. И обратила внимание, что потом мальчик уже говорил про другие тела. И уже не использовал эти грубые сказки. И когда он видел ее, кресняла стыда. Потому что он оказался влиянием. Кто он и кто она ему? Наши реакция влияет. И не стесняйтесь нормальной реагировать. И выбирайте. И выбирайте. И выбирайте на что смотреть. И выбирайте. Что вы думаете. О чем вам нравится думать. Потому что это строит вашу душу. Все на нас влияет. И мы также влияем на других людей. Самое важное. В каком направлении идет это влияние? Есть влияние хорошая влияние. Есть влияние плохая влияние. И это или нет. 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 Нотает ему кухню. И он гонит. И он усилит. И забирает ее. И от thee. Вы пок ninety we are. И от kämpа этого. И вы имеете guidance. Они скажут об модах каких-нибудь ребенка для себя. Вы слышали? Мы можем поговорить с этим человеком несколько минут. Он чувствует, что у вас силы есть как он. И хотите уже отдохнуть. И вот он говорит о том, что происходит. Что происходит? Вы выбираете, что он будет в вашем случае, о чем вы думаете. И Господь Лавремий живет на этой земле, не просто так. Неважно, мы маленькими или большими. Мы влияем. Больше влияем на близких к нам уйдет. И меньше на дороге к нам уйдет. Но мы влияем. И на этой земле. И на нас тоже оказалось влияем. Подумайте об этом обвините. Какое влияние вы получаете? И какое влияние вы получаете? И какое влияние вы получаете на вас? Туда арсабланут на конфеттерме Дайдма.